Девушки отдыхают Девушки отдыхают В прошлый раз у нас были всевозможные художники Плана Левитана И ваши очень интересные стихи Это все весьма понравилось людям Чем вы порадуете нас сегодня? Ну сегодня я, как и говорил, хотел бы завершить передачу Обзором других великих еврейских живописцев Которых мне удалось, так сказать, рассмотреть в моих альбомах Это остальные пять членов Великолепной Семерки В которые я их выделил Это Камиль Писсара Это Амадео Модильяни Это Роберт Польк, Диего Ивера и Хайм Сутин Значит, объединяет их то, что они великие живописцы И то, что все они евреи по происхождению Об этом я еще раз напомню Рассказав, от кого и как они произошли Начиная свой цикл Значит, предисловием к этому альбому Звучало такое шестистище Творцов мы многих помним лица И среди евреев-мастеров не счесть Но есть особые евреи, живописцы Их имена до вас хотим дались Мы только пятерых в альбом включили Чтобы вы достойно вклад их оценили Это к тем двум, о которых мы беседовали в прошлый раз О Левитании и Шагале Начинаем мы Первое живописце Это Хамиль Писара Родился он на острове Сент-Томас В Эрсении в буржуазной семье Еврея Сефарда, Абрама Пикассо И Рошель Монсана Памье Уроженки Домо-Иниканской републики Замечательный пронзуткий живописец Один из ярких примеров Приверженцев имени Лесиани Я позволю себе привести две картины В качестве примера его творчества Я вам их показываю А вы мне, пожалуйста, подскажите Хорошо ли видна картина в деталях Или нет Или куда я ее подвинуть Нормально, нормально, все видно Можно чуть-чуть ближе, если вы не против Чуть-чуть вправо О, великолепно, да Значит, эта картина носит на название Деревенская церковь Итак, что я написал, глядя на эту картина Среди деревьев скромно притаилась Привержище селян, отдавших вере души Моливые углубления на пусте и образующих Вся пасма на работу долилась Вносить свой вклад на поддержание семей Под легкие шорох шевеляющихся ветвей Так хочется, забыв про все напасти Отдаться прямо в руки Божьей власти Замечательные стихи Очень красиво, честное слово И второе Мне понравившееся, так сказать, произведение Писара Это Бульвар Монмаркер Пытаюсь вам сейчас эту картину Представить По-моему, вот так она Видна, да? Да, видна замечательно Красиво Так По поводу Этого произведения Я написал следующее Париж всегда Париж Наверно, как и все навязчиво твердишь Коль повидал его Хотя бы раз Манить всегда он будет нас Чаруя обаянием старины Ее приметы здесь сохранены Загадочен Париж по вечерам И ночью Особенного в свете фонарей Он заблудился Словно просит очень Срез узких полочек Из озывающих дверей Кофеин Лавочек И баров Иль Средьман Мартра В отражении Бульвара Браво Переходим К следующему Живописцу Это великий Амадео Мадильяни Краткая справка О его происхождении Родился в Ливорной Италии И воспитывался в еврейской семье Коммерсанта Фламинио Мадильяни И Евгении Гарсон Известен как великий Итальянский художник И так далее А теперь Те две картины Которые я Выбрал В качестве примера Одна из них Наиболее известна И вместе тем Многие ее Даже не видели Это Анна Ахматова Это Интересно Так сейчас я ее Вот так Оп и зафиксируйте Замечательно Рассмотрение Значит Здесь довольно Обширный комментарий Потому что я Тоже не мог Сдержаться Чтобы не сказать О мыслях Которые Пришли ко мне Во время рассмотрения Этой картины Судьбой Загадочной Всевышним данной Поймав Вибрацию Души Кровоточащей Раны Себя раскрыв Для всех Друг Нежданно Вдруг Амадеон Оказался Рядом С Анной Прозрение Чтобы отчаяние Понять Замерить Напряжение Позы Мы лишь Догадках Можем Полагать Во рта Что отвлекло От жизни Прозы И поместила С поэтессой Рядом В лучах Ее Чарующего Взгляда Постиг Могущество Ахматовой Влияния Стал Жертвой Волшебства Невиданных Стихов Как Музыки Внимал В любви Ему Признаний Мелодиям И Вучих Нежных Слов Замечательно Замечательные Стихи На Очень Непростую Такую Картину Что вы нам Еще Приготовили Еще одно Стихотворение Модель Модель Это Это Как Казалось бы Не очень Выразительное Творение Но Оно Меня Зацепило Очевидно Своей Именно Обычностью Называется Оно Средиземноморский Пейзаж Загадочен Строение Облик Скромен Он Не манит Нас узнать Как там Внутри Быть может Дом Не заселен Тогда Кто За его Покоем Слит Вокруг Безлюдно Что Внутри Как Знать Насыщенно Таинством Даже Древо Загадок Не дано Нам Разгадать Завесу Тайн Откроет Амадева Вдохнет Живое В темные Глазницы И до Мгновения Верим Оживиться Замечательно Переходим Роберту Фальку О нем Наверное Слыхали По Скандальной Истории Во время Посещения Хрущевым Выставки В честь Юбилея Союза Московских Художников На которое Мне довелось Обыть и Присутствовать Созертая Хрущева Который Шевствовал И прошел Буквально В двух шагах От меня И после чего И начался Разнос А я как раз Стоял В этой Картины Фалька Обнаженная Но я Не о ней Хотел сказать Я хотел Просто Напомнить Пока что Родился Роберт Фальк В Москве В еврейской Семьи Юриста Шахматиста Рафаила Александровича Фалька И его Жены Марии Борисовны Фальк Ну а теперь Два Примера Из Его Живописи Первая Картина Я вам ее Попытаюсь Сейчас Представить Так видно Видно Замечательно Называется Она Церковь В Обыденском В Лиловом Церковь Скромно Облечет Неудержимо Войти Вовнутрь И осторожно Оглядеться Прошел Я мысленно Глаза Дожму Мимо Так было Наяву Запомнилось Из детства Не объявить Не тот Порыв Сейчас Ведь мы росли Невеждами Безбожьи Но что-то Свыше Зазывает Видно Нас Храм Посещать Волнуясь Там До дрожи А крас Лиловой Тайной Нас Заворожил Чем Фальк Возможно Всех И удивил И еще Одно Стихотворение Из Живописи Фалька Несколько Ироничное Но Должно Понравиться Вот я Представляю Эту картину Видно Видно Такой Натюрморт В принципе Да Называется Эта картина Натюрморт С бутылкой Да Абсолютно Верно Какие Радости Сулит Нам Содержимое Бутылки И Незнаком Нам Также Вкус Напитка Не Разглядеть Съясного Вид Не Видно Билки Не Знание Порой Подобно К Путке Не Раскрывай Не Думай Роток Чтоб Сделать Первый Не Отдуманный Глоток Коль Доброго Вина Попил Или Даже Крепкой Чачи Мир Сразу Стал Роднее И Даже Мил А Если Уксуса Погибли Значит Надумал Коль Нас Натюрмор Там Услаждать В Бутылке Что Должны Мы Мастер Знать Вот Таким Образом Был Представлен Фальк Да Классно Теперь Мы Приступаем Диего Ривера Который К Моему Удивлению Ни Один Из Моих Знакомых Даже Не Представлял Что Он Еврей Тем Не 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 Тем Не Менее Родился В Городе Гу Ана Хуата На Северо Западе Мексики В Зажиточной Семье Его Мать Была Конверса Еврейкой Среди Которой Предки Которые Были Насильно Обращены В Католицизм Как Писали В Интернете Диего Ревлега Рассказывая Себе Писал В 1935 Году В 1905 Году Моё Еврейство Главная Часть Моей Жизни Вот Как Он Высоко Ценил Своё Происхождение Сам Ну А теперь Пару Стихотворений Из Его Подборки Пожалуйста Стоять Ещё раз Да И вы ещё раз Показываете Великолепное Плотно Так И вот Называется Оно Улица Вавилья Что же Что же Вы написали Вот Такую Как бы Ну вот Написал Так Казалось бы Обыденный Такой Фрагмент Городской Улицы С домиками С дирекциями А написал Это Уютен Аккуратный Городок Авила Кристально Чист Он Как Пример Нам Дан Не Разглядеть Невидомую Силу Опустошившую Его От Горожан Не Отыскать Примет Любой В нём Жизни Движения Окрепла Наша Вера Браво Замечательные Стихи Ну и Наконец Последнее Стихотворение Последняя Картина Дьявы Которую я Хотел бы Прокомментировать Оно Необычно Как бы И самим Сюжетом И тем Что мне Удалось Как бы Разглядеть Хорошая Картина Видна Да Женщина И Каул Да А называется Картина Обнажённая С Каулами Так Святов Так много Что руками Не объять Прекрасна Женщина У Белоснежных Каул Художник Дал Возможность Нам Понять Кому Привязанность Свою Отдал Понятно Нам Как Элегантны Каулы Оценки Нету Выше В баллах Цветы Достойны Преклонения Как К разным Датам Украшения Легенды Не затмили Правду Были Не знали Мы О запахе Ванили Что Источают Каулы По утрам Даря Покой И радость Нам А как Изящна Каулы Простота Безгибок Стебли Пластики Листа Цветы И Женщину Родни Их Красота Ведь Женщина Начало Всех Начал Ревера Лишь Об этом Умолчал Весь Жизни Смерть Отсчеты Точки Цветы Жизнь Любят Люди Очень Жаль Жизнь У Каул Прекрасна Но Недолго У Каулок Говоря Я вас Не сбил Чуть С толку Но Сомневаться Как и раньше Я не стал У всякого Начала Есть Финал Брау Замечательные Стихи Красивые Правильно Выстроены Полны Смысла И главное Очень точно Описывают Суть Того полотна Которое Вы В своих стихах Замечательно Описали Ну и наконец Мы Переходим К последнему Великому Еврейскому Живописцу Это Хаим Сутин О нем Слыхали Больше Правда О нем Я Более детально Узнал Уже проживая В Америке Но тем не менее Хаим Сутин И Я Представляю Первую Его Картину Кстати Тут Я Чуть Не Сказал Не Забыла Подсказать О его Происходении Родился В Смеловичах Минской Губернии Бедной Многодетной Еврейской Семье Хаим Проявил Любовь К рисованию С раннего Детства Как Пишут О нем Чтобы Освободиться От влияния Семьи И не Изменить Своему Презванию Вот Такой Интересный Оборот Ну и Наконец Так Первая из картин Которая мне Очень понравилась Называется Белый дом На холме Пожалуйста Посмотрите Красивая Картина Да Интересно Что сюда Можно было Написать Сюда Можно было Трудно Но можно Трудно Трудно Реально Трудно Дом Белый Рядом Осень Золотая Украсила Пригорки Желтизной Под листьями Трава Еще Густая Общение Ищет Будто Бы со мной Мы видим Красно-бурые Вкрапления Из листьев Желтых Покрывали Не ищем Мы пока Уединения Унылости Еще Не ощущали Порой Вдруг Порой Правда Вдруг Тревожно Станет Быть может В ожидании Зимы Она придет Тогда Нас Не обманет Лишь Изредка Мы рад Ей радуемся Мы Ах Осень Твою Хитрость Я постиг Коль Мыслью Унесешься Чуть Вперед Душой Ты завладеешь Мик Душой Ты завладеешь Мик Давая Мыслям Нужный Тебе Ход А там По осени Волшебному Беленью Демона Грянет Злою Снежной Птицей И белый дом Вдруг В белый Холм В одно Мгновение Точно Карст Карст Звук Да Замечательно Вообще Прекрасные Строчки Как бы Сказала Моя Да Простите И последнее И последнее Это Тоже Очень Удивительная Картина Называется Улица Канна Пожалуйста Да Мы видим Эту картину Да Замечательно Так Здесь Нам Просились Такие слова Искребленный Фасад Чуть Скособоченная Крыша А модернизм С детства Я наслышал Пусть Недоступно Мне Особое Ведение Но Может Быть Понятное Настроение Художника С его Особым Взглядом А людям Может Больше И не надо В смешениях Расок Вижу Я Надрыв Избыток Чувств Стремление Проявиться Проявиться Сужет Немыслить Во рта Чуть Приоткрыл Манера Эльхайма Заставил Ваши Идеи Таким Обратом Мы Закончили Обзор Крафт Обзор Буквально Прикосновение К этому Альбому Осталось Еще Осталось Еще Несколько Альбомов На которые К сожалению Не хватает Времени Чтобы Сделать Их Анализ Но Я хотел Назвать Сколько Имя Последнего Альбома Который Я назвал Еврейская Жизнь Жива Через Альбома Дали Это В таком виде Этот альбом Выглядит Так Вот И в нем Собраны Удивительные Спихотворения Посвященные Трем циклам Картин Которые Написаны Были В разные Периоды Времени Сальбадором Дали Который Был Франкистом И вряд ли Показал Себя Как Сторонник И Привержен Еврейской Жизни Еврейского Будущего Но Тем не менее Такой бы Пророжность Был И Он Освятил Трериспыкла Картины Еврейской Жизни Эти картины Ориеналы Хранятся В одном Единошем Действии Это Единошем Музее Живого Где занимают Второй Этаж И где С ними Можно Осознанно Накомиться А также Взяв В руки Мой альбом Где К этим Картинам Я написал Опять же Своих Аминентарий Которые я за счету Только один Из них Это пример Пожалуйста Дигитально Можно Познакомиться Посещая Посетив Существующая Са мной Которые Вы меня Не видели Я жду Хочу Подвести Да Все это Это Значит Одна Только Картина Я ее Показываю Сейчас Прискрую Вот так Да Видно Это Семеноплача Но О ней Можно Говорить Бесконечно Долго И по Разному Я Дал Такую Комментарий Не Мог Далине Знать Как Много Значит Для Иудеев Мира Семеноплач Святыня И Одна Из Стен Подножьих Храмов Молитва Рядом С ней Дарованное Право Просить Всевышнего К нам Обратить Твой взор И нам Позволить Подолить Простор Для Разных Добрых И полезных Дел Задело То Что Бог Наш Не Успел Итак Уважаемые Друзья Мы Ознакомились С Замечательным Циклом Работ Валерия Когана Но То Что Он еще Не успел Нам Рассказать И показать Вы сможете Увидеть 19 сентября В субботу В 4 часа дня Состоится Творческая Встреча С Валерием Коганом С человеком Поэтом С человеком Литератором С доктором Наук Журналистом Публицистом С человеком Который Будет дарить Вам свое Уникальное Сакраментальное Творчество В центре Сангейтс По адресу 395 The East Dandy Road Suet 500 Виллинг, Иллинойс Приходите Пожалуйста Звоните нам По телефону 847-226-9956 Мы с удовольствием Ответим На все ваши вопросы С вами Была радиостанция Сангейтс Владимир Гершанов И передача Обо всем Красивым И интересным Спасибо вам Валерий Огромное За столь Интересный Цикл передач И увидимся С вами 19 сентября Спасибо Всем за внимание И удачного дня До встречи До свидания Музыка Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ